Начинаем нашу работу. Тема у нас очень непростая, тем более сегодня у психологов праздник. 120 лет в Годскому отмечают психологи. Большая конференция в РГГУ проходит, еще будет ряд мероприятий. Но сегодня мы тоже психологов слушаем. У нас Юлия Лагернакова. Тема, как генетика может помочь образованию или генно-средовое содействие в образовании. На самом деле, по первому тезису можно подумать, что генетика просто работает, квалифицирует обучаемых, не обучаемых. А вот как помочь может генно-средовое содействие? Это очень интересный поворот. Юлия работает и в России, и в Соединенных Штатах, в Великобритании, прошу извинить. 40 уэтил российско-британской лаборатории психогенетики нашего психологического института Российской Академии образования. И дискуссанты. Сергей Борисович Малых, исполняющий обязанности директора этого института психологии. Исполняющий обязанности академика-секретаря Российской Академии. Все меняется так быстро. И Егорова Мария Сергеевна, доктор психологических наук, член Российской Академии образования, член Российского психологического общества, завкафедры психогенетики психологического факультета Московского госуниверситета. Второй дискуссант. Ну и, Юлия Владимировна, вперед. Правила игры у нас 40 минут чистого вашего времени, потом вопросы на понимание, потом дискуссанты, а потом дискуссия. Вопросы по ходу, если на понимание, могут задавать или сдать? Если у кого-то не терпешь с вопросом на понимание, поднимаем руку. Юлия Владимировна разрешает. Пожалуйста. Окей. Спасибо большое, что предоставили нам слово. Сразу же хочу пояснить, что первое название «Как генетика может помочь образованию» говорит не о генах, а о науке генетики, поведенческой генетики. Поэтому речь здесь идет о том, как вот это научное направление может помочь образованию в целом. А генетика, как научное направление, сразу же скажу, изучает, как гены и среда вместе работают в своих влияниях. Поэтому генетика не изучает только гены. Ну и прежде всего отмечу, почему действительно вот это я считаю, что это направление важно для образования. Процитирую Добжанского, который в свое время сказал, что ничто в биологии не имеет, как бы невозможно объяснить без контекста эволюции. А в свою очередь он сказал, что биология в свою очередь не может быть понята вне контекста генетики. Ну а так как биология связана напрямую с психологией и с образованием, и вообще с любым поведением, то я как бы вот такую логическую цепочку выстраиваю между генетикой и образованием. Ну и как бы сразу же скажу, что сегодня мы живем в эпоху генома. Когда человеческий геном расшифрован в том плане, что мы знаем весь текст человеческого генома, но пока еще не научились его читать. Но несмотря на это, эпиденческая генетика – это область научного знания, которая развивается быстрее, чем любое научное знание в истории человечества. Поэтому надежда в этом как бы знании, что когда-нибудь мы приблизимся, конечно, не к полному пониманию, но хотя бы к какому-то пониманию вот этой всей цепочки, то есть от ДНК через все биологические процессы, посредством которых среда оказывает влияние на экспрессию генов, а гены оказывают на выбор среды. И когда вот в этом сложнейшем взаимодействии формируются процессы мышления и, в свою очередь, поведение. И сегодня я приведу несколько примеров из исследований, которые проводим мы в разных наших лабораториях и наших партнеров лаборатории. Я приведу примеры только всего нескольких исследований, самых последних, буквально за последние два года проведенных. Но в данном случае это просто как пример, что мы надеемся, что включение генетической информации или генетического знания в наши исследования в образовании поможет постепенно выстраивать вот такие сложные модели детского развития и человеческого развития в целом, когда мы изучаем и гены, и среду, и как они взаимодействуют на всех этапах, лонгитюдно и в конце-в конце формирования индивидуальных различий. Прежде всего, немножко о поведенческой генетике. Что же это такое за наука? Поведенческая генетика, на самом деле, в ее репертуаре довольно много методов. Она включает в себя два основных компонента. Это молекулярная генетика, генетика, которая происходит в генетических лабораториях молекулярных, когда извлекается ДНК, и дальше ДНК анализируется самыми разными путями, с попытками понять и найти конкретные генетические маркеры или полиморфизмы в нашем ДНК, которые связаны с индивидуальными различиями в разных процессах. Это молекулярная генетика. И количественная генетика, которая опирается на другие методы. Например, близнецовый метод, классический близнецовый метод, в котором сравниваются монозиготные и дизиготные близнецы. Или близнецовый метод, который сейчас гораздо более редкий, но все-таки еще используется, когда изучаются разлученные близнецы. Метод приемных детей, в которых изучаются приемные биологические родители и дети, и сиблинги, опять-таки с попыткой разделить влияние генетические и средовые и понять взаимодействие между ними. Метод сиблингов детей, братьев и сестер. И недавнее добавление в эти дизайны – это два новейших метода. Один связан с распространением ЭКО, то есть экстракорпоральным отблодотворения, все больше и больше детей рождаются с помощью этого метода. И, как я скажу немножко позже, этот метод предоставляет уникальную возможность для ученых изучать пренатальные, перенатальные и постнатальные факторы влияния на детское развитие. И самый последний метод в репертуаре количественной генетики – это так называемый полногеномный анализ сложных черт. В этом методе изучаются не связанные родством люди, то есть ни близнецы, ни сиблинги, ни родители, а полностью не связанные родством люди, у которых берется ДНК. А ДНК генетипируется на огромное количество маркеров, на миллионы маркеров ДНК. И дальше большая популяция людей сравнивается по похожести их ДНК. И дальше напрямую из этого метода можно сделать вывод, насколько генетические факторы оказывают какое-то влияние на определенный признак. То есть этот метод не страдает ограничениями разных других семейных исследований. Я расскажу немножко сегодня о близнецовых исследованиях. Я работаю в двух больших близнецовых проектах. Один проект называется «Исследование раннего развития близнецов в Великобритании». Это исследование ведется уже 20 лет. Оно изучает близнецов в трех когортах. То есть семьи, в которых родились близнецы в 1994, 1995 и 1996 году, были рекрутированы в это исследование сразу же после рождения их детей. И эти люди продолжают участвовать в исследовании уже 20 лет. То есть около 7,5 тысяч пар близнецов участвуют в этом исследовании. И на них собрано огромное количество информации, включая информацию о их средовых условиях, о их развитии, о их медицинских показаниях, о разные самые замеры их образовательных успехов и среды и так далее. То есть на данный момент база данных на этих близнецов составляет много тысяч переменных. Если не считать также выделенной и прогенотипированной ДНК, у них прогенотипировано много миллионов полиморфизмов ДНК. То есть это самая, наверное, богатая база близнецовая, которая существует в мире, в которой изучается именно детское развитие, включая образовательную среду. И за последние 4 года в Томском государственном университете создан Международный центр исследования развития человека, в который входит несколько лабораторий. И одна из лабораторий, которая создана при поддержке мегагранта российского правительства, занимается, координирует новый проект российский школьный близнецовый регистр, в который рекрутируются семьи близнецов, школьников. И как бы этот проект постоянно пополняется, и я немножко расскажу сегодня о том, что происходит сейчас в этом регистре. Несколько слов. Вот я сегодня в основном представлю результаты из близнецовых исследований, но несколько слов все-таки про этот вот новый метод с использованием семей, в которых дети появляются в результате экстракорпорального оплодотворения. В нашем международном центре в Томске при поддержке включения этого центра также в большую международную сеть подобных исследований, в прошлом году начало новое исследование, которое, в принципе, таких исследований очень мало в мире, в которые семьи включаются в исследование сразу же после успешного зачатия с помощью экстракорпорального оплодотворения, а также существует контрольная группа естественно зачатых детей. И в данном исследовании, быстро объясню методологию, формируется пять различных групп родственников, связанных по-разному генетически со своими родителями, со своими детьми. Вот здесь вот представлены эти группы. Гомологичное ЭКО – это когда оба родителя, мать и отец, предоставляют свой генетический материал, они не могут естественным путем зачать ребенка, но ребенок в результате появляется, являясь их биологическим ребенком и вынашивается в утробе собственной матери. Вторая группа – это донорство спермы. В данном случае отец по каким-то причинам не может предоставить свой биологический материал, поэтому он получается от донора. Таким образом, ребенок связан биологически с матерью, при натальной среде он связан с матерью, но не связан биологически со своим отцом. Противоположная ситуация с донорством яйцеклетки. Также существуют ситуации, когда ни один из родителей не может естественным путем зачать ребенка, и донорство происходит уже обладотворенной яйцеклетки, то есть эмбриона. В данном случае ребенок получается не связан генетически со своими родителями, но мать предоставляет принотальную среду. И последняя группа в этом исследовании – это так называется суррогатность, когда родители предоставляют свой генетический материал, но мать по каким-то медицинским причинам не может выносить ребенка, и таким образом другая женщина предоставляет принотальную среду. И в этом методе уникальным образом, если существует большая выборка детей и родителей, уникальным образом можно впервые разделить факторы пре-, пери- и постнатальной среды и генов. Такое исследование единственное в мире сейчас продолжается несколько лет в Великобритании, но в этом исследовании в английском эти дети и семьи были рекрутированы уже когда детям было около 6 лет, то есть информация собиралась задним числом. В нашем исследовании, которое сейчас ведется в России, и семьи рекрутируются уже в клиниках ЭКО и в других учреждениях. Поэтому это первое исследование в мире, в котором действительно его можно назвать проспективным, в котором дети будут прослеживаться на протяжении долгого времени, мы надеемся. То есть это, конечно, очень сложное исследование с точки зрения инфраструктуры и технологий и так далее, но исследование началось, и мы считаем, идет успешно. Окей, возвращаясь к близнецовым исследованиям, надеюсь, все знают, что классический близнецовый метод основан на сравнении монозиготных и дизиготных близнецов. Монозиготные близнецы в среднем разделяют 100% в свои ДНК цепочки, то есть они совпадают генетически на 100%, и дизиготные близнецы совпадают примерно так же в среднем, как любые братья и сестры, братья и сестры, то есть только 50% из того генетического материала, который вообще может различаться между людьми, совпадают у дизиготных близнецов. И вот именно на этом биологическом факте основан близнецовый метод. Близнецовый метод изучает, классический близнецовый метод изучает детей, которые растут в одной семье, то есть они неразлученные близнецы. И, как я уже сказала, вот этот вот анализ GCTA, геномный, всегеномный анализ сложных черт, он совершенно по другому принципу действует, то есть в данном случае не члены семьи изучаются, а не связанные родством люди, у которых прогенотипировано большое количество полиморфизмов ДНК, и которые сравниваются. И все люди на самом деле различаются только немного своей ДНК-цепочкой, мы все примерно на 99% совпадаем в нашей ДНК-последовательности. То есть только около 1% нашей ДНК различается между людьми. Но между каждым из нас существует немножко больше или немножко меньшее совпадение. И в данном методе сравнивается, если люди немножко более похожи с точки зрения ДНК, совпадают ли они немножко больше, например, в каком-то фенотипе. И именно из этого исследования можно сделать вывод, играет ли какую-то роль гены в конкретном признаке. То есть в данном случае два этих метода имеют свои собственные ограничения, которые не совпадают. Поэтому если эти методы показывают похожие результаты, это говорит о том, что они друг друга валидизируют. Окей. Небольшое отступление. Вот в данном случае вы видите девочки-монозиготные близнецы из английского исследования, мальчики-монозиготные близнецы из российского исследования. Другие девочки-дизиготные близнецы, как вы видите, сходство между ними гораздо меньше. А вот эти люди наверху не являются вообще никакими биологическими родственниками. То есть их не связывает родство. Это довольно интересный факт. То есть они действительно очень похожи, несмотря на то, что здесь их, конечно, более похоже одеты. Но на самом деле один из этих людей переехал в один из городов в Англии, и тут с ним начали происходить такие интересные случаи. Его постоянно останавливали на улице, в разных местах и принимали его за другого человека. Они действительно очень похожи. И когда наконец-то они случайным образом столкнулись в автобусе, они действительно увидели, что они очень похожи, они разговорились. И выяснилось, что у них как бы совпадает не только внешность во многом, но и многие психологические характеристики. Например, они оба закончили педагогический университет, оба работали учителями, оба поют в хоре, оба женились в 18 лет и так далее. Ну, конечно, это, в общем, из разряда анекдотов. Но на самом деле не нужно ходить очень далеко. Вам всем известны люди, которые напоминают вам других людей, которые похожи на кого-то еще, которые не ведут себя, похожи на кого-то. И во многом мы должны объяснить эти сходства во многом именно совпадением их генетической цепочки. Потому что никакими средовыми влияниями объяснить это невозможно. Эти люди, похоже, гораздо больше, чем эти девочки. Эти девочки росли в одной утробе, развивались в одной утробе матери. Они живут в одной семье, у них одни и те же родители, они учатся в одном и том же классе. И все-таки физически и во многом психологически они, возможно, похожи меньше, чем эти взрослые люди, которых не связывает родство. Что же здесь происходит? Скорее всего, это предположение, которое эмпирически тестируемо, скорее всего, просто совершенно случайным образом у этих мужчин наверху совпало большее количество генетического материала, чем у случайных, двух случайных не связанных генетическим родством людей. И здесь, наверное, демонстрируется все-таки сила генетического влияния не только на внешние характеристики, но и на поведение. Теперь я немножко перейду о результатах из генетических исследований, о которых мы можем говорить. Но прежде чем перейти к поведенческой генетике, хотел напомнить, наверное, об этой нашумевшей статье, о реплицируемости психологических результатов. То есть можно много говорить об этой статье, но вот здесь результаты, которые были опубликованы и которые сейчас широко обсуждаются общественностью. Здесь мы видим, что примерно 36% всех исследований в психологии реплицируются, по крайней мере, реплицируются с похожими эффектами и так далее. Разные области психологии различаются по вот этим процентам. То есть, например, в когнитивных науках кажется реплицируемость немножко выше, чем, например, в социологии, в социологических науках. Но, несмотря на это, реплицируемость средняя. То есть, с одной стороны, эти результаты вызвали достаточно серьезный пессимизм, а с другой стороны, многие ученые говорят, что на самом деле это не так и плохо, и, в принципе, мы должны с оптимизмом смотреть на эти данные. Ну, это я оставлю как бы на ваше рассмотрение, что вы думаете по этому поводу, и перейду к реплицируемости результатов поведенческой генетики. Скоро, буквально совсем скоро появится вот эта статья в печати, которая называется «Top 10 replicated findings from behavioral genetics», то есть 10 наиболее реплицируемых результатов из поведенческой генетики. В этой статье ведущие ученые в области поведенческой генетики обобщают результаты из исследований поведенческой генетики, как молекулярных, так и близнецовых, так и методоприемных детей, которые реплицируются из года в год в самых разных исследованиях. И я буквально очень быстро перечислю эти 10 примеров, и потом приведу несколько примеров из наших собственных исследований, которые также реплицируют эти результаты. Ну, первый вывод, он достаточно прост, и я надеюсь, что ни у кого не возникает никакого сомнения на сегодняшний день, что все психологические черты, по крайней мере, в какой-то степени развиваются под влиянием генетических факторов. Я думаю, что сейчас уже я преподаю очень много и психологам, и генетикам, и медикам, и я не встречала ни одного студента за последние годы, который не верит, что гены оказывают влияние на развитие человека. Как бы уже студентам и всем людям должно быть понятно, что и гены, и среда оказывают влияние, они работают вместе, в каких-то сложных взаимодействиях развиваются люди. Второй вывод, он связан с тем, что я только что говорила, ни одна характеристика не развивается 100% под генетическим влиянием. Это абсолютно так, и точно та же самая можно сказать о средовых факторах. Третий реплицируемый результат – это то, что генетические влияния являются продуктом многих генетических факторов с маленькими эффектами. То есть сейчас совершенно очевидно, что никогда не будет найден так называемый ген шизофрении или ген математического гения или ген еще чего-то. И когда, например, студент говорит «ген чего-то», я всегда их исправляю. То есть мы должны говорить о генетических влияниях. Все характеристики являются полигенными, но также и полисредовыми. И если только мы не говорим о каких-то серьезных отклонениях, например, какая-то очень серьезная мутация может действительно, генетическая мутация вызвать какую-то очень негативную траекторию развития, точно так же, как и, например, какой-то средовой фактор. Если, например, вы получите черепно-мозговую травму, то это будет средовым фактором, который может привести к негативной траектории. Но когда мы говорим об индивидуальных различиях в норме, то индивидуальные различия развиваются под очень сложным влиянием множества генов и множества средовых факторов. Четвертый факт говорит о том, что психологические характеристики связаны между собой в том числе и под влиянием генетических факторов. Что это значит? Например, в образовании. Если ребенок показывает хорошие результаты в математике и в чтении, то во многом это является результатом того, что одни и те же гены оказывают влияние и на чтение, и на математику. Я могу говорить об этом очень много, мы написали много работ. В целом эта гипотеза называется гипотеза общих генов. И действительно, очень многие исследования показывают, что существует какой-то набор генетических факторов, которые оказывают влияние на развитие в целом. А вот как раз почему часто возникают несовпадения, например, один ребенок может показывать хорошие математические результаты и гораздо хуже успевать, например, по русскому языку. Вот эти несовпадения в успешности очень часто объясняются средовыми, а не генетическими факторами. То есть мы можем вернуться к этому. Пятый факт. Наследуемость интеллектуальных способностей возрастает с возрастом. Это достаточно неинтуитивный факт, который на сегодняшний день был реплицирован во многих исследованиях в мире. О чем это говорит? Различия между маленькими детьми в интеллектуальных способностях в основном объясняются различиями между их средой, средовыми факторами. С возрастом у взрослых людей различия в интеллектуальных способностях оказываются под большим влиянием генетических различий между ними. Это довольно парадоксальный факт, но я немножко поговорю об этом чуть позже. Но ведущая гипотеза сегодня, объясняющая вот такое возрастание генетических влияний, это генно-средовые корреляции. Среда, она не просто случается с нами, мы являемся активными участниками наших средовых условий. То есть мы выбираем среду, мы модифицируем среду, мы воспринимаем среду по-разному, частично под влиянием наших генетических факторов. И таким образом генетические влияния усиливаются благодаря подбору определенной среды. Следующий факт. То, что мы показываем похожие результаты на протяжении жизни, то есть то, что результаты, например, школьников остаются стабильными во многом, то есть если ребенок учится хорошо в начальной школе, он продолжает учиться хорошо в средней школе, в старшей школе и так далее, естественно, эта стабильность не стопроцентная, мы знаем, что существует большое количество вариативности, но некая стабильность в успешности присутствует. И вот эта стабильность во многом объясняется тем, что одни и те же гены продолжают влиять на эти признаки на протяжении жизни. А вот как бы нестабильность в детской успешности, например, ребенок прекрасно успевал в начальной школе и перестал хорошо успевать в средней школе, вот эта нестабильность в основном объясняется средовыми факторами. Что это за факторы, мы можем говорить чуть позже. Седьмой вывод. Многие измерения среды показывают генетические влияния. Что это значит? Вот это как раз говорит о тех самых генно-средовых корреляциях. Например, очень часто, вот приведу пример, который в Великобритании очень сильно нашумел. Несколько лет назад вышла статья о том, что если посчитать так называемые книги на полках, то есть книги, посчитать сколько у ребенка дома книг на полках, то это количество коррелирует с его успешностью в школе. То есть количество книг в доме, в семье коррелирует с успешностью. Естественно, эта корреляция маленькая, как любые корреляции в таких сложных процессах, но корреляция значимая, которая показана, реплицировала в нескольких исследованиях. Соответственно, эту корреляцию можно по-разному интерпретировать. К сожалению, в Великобритании интерпретировалась эта корреляция очень просто. Была тут же сформирована такая политика, когда детям с низкосоциально-экономическим статусом стали доставляться книги в дом. То есть это была такая вот политика внедренная. Естественно, можно говорить о эффективности таких подобных вмешательств. Но в данном случае в нашей близнецовой выборке, как только включается в эту корреляцию, естественно, образование родителей, то корреляция мгновенно исчезает. То есть в данном случае эта корреляция объясняется образованием родителей. А образование родителей частично связано генетическими корреляциями с детской успешностью. То есть в данном случае мы не говорим, что гены объясняют полностью влияние среды. Мы говорим о том, что присутствует некая корреляция, в том числе и генетическая, между образованием родителей и образованием детей. Следующий как бы вывод из поведенческих исследований, это что большинство ассоциаций между средовыми влияниями и какими-то признаками, которые мы изучаем, имеют также и генетические влияния. Это, в принципе, то, о чём я только что сказала. Образование родителей связано с успешностью детей, и частично эта связь объясняется их генетическим родством. Не полностью. Естественно, существует и средовая медиация. И последние два вывода. Большинство средовых влияний на, предположим, развитие детей в данном случае, извините, 10 здесь не должно быть. Значит, большинство средовых влияний являются так называемыми неразделёнными. Что это значит? Это значит, что это те влияния, те средовые влияния на уровне семьи, например, которые делают двух детей в одной семье непохожими друг на друга. То есть они индивидуально специфическими. И я немножко об этом скажу позже. И последний вывод, так называемый обномал-изномал, то есть ненормальное нормально, который говорит о следующем. Что практически ни для одного расстройства в обучении, например, дислексия, дискалкулия, специфические расстройства языка, низкие интеллектуальные способности, не найдено никаких факторов, которые исключительно связаны с этими расстройствами. То есть нет таких генетических мутаций, которые присутствуют, например, у детей, страдающих дислексией, и которые не присутствуют в нормальной популяции. То есть все эти расстройства, они являются как бы низким концом одного и того же распределения, с теми же самыми генетическими разнообразиями, которые присутствуют на всей цепочке, во всём континиуме успешности. То есть это не какие-то мутации, не присутствующие в популяции. Буквально несколько слов о развитии молекулярной генетики. Я уже сказала, что это самая быстро развивающаяся область науки в истории человечества. Почему мы можем об этом говорить? Это действительно так. В 1903 году ещё как бы совершенно не было никакого представления о том, на каком уровне передаётся информация из поколения в поколение биологии. То есть было понятие ген, оно существовало, оно уже как бы относилось вот к какой-то некой трансмиссии или передаче информации, но конкретно, что такое ген, абсолютно не было никакого представления. Кстати, вот это слово ген, оно происходит от греческого слова рождения, рождения, начала. Уже в 1953 году, как вы все знаете, была открыта структура ДНК, ещё через 50 лет был расшифрован геном первого человека. То есть мы знаем вот эту всю последовательность букв в этом сложном тексте. Но, как я уже сказала, на данный момент мы находимся на такой ступени развития, когда текст уже открыт, мы видим эту книгу перед собой, но что он означает, мы пока ещё очень далеки от этого знания. И дальше развитие продолжается. То есть в 2003 году первый геном человека расшифрован. В дальнейшем появились первые исследования, которые позволяли генотипировать много маркеров у людей очень быстро и довольно дёшево. А в 2020 году прогнозируется так называемое рутинное секвенирование. Что это значит? Что уже через несколько лет мы сможем дёшево и очень быстро секвенировать, не генотипировать отдельные участки генома, а секвенировать всю последовательность ДНК цепочки любого человека. Дальше, как я уже сказала, что книгу мы получили, читать её мы пока не умеем, но это не значит, что мы совсем ничего не знаем. Например, на этой диаграмме в 2010 году каждый из этих точек является полиморфизмом, то есть участком нашего ДНК, который был связан с каким-то определённым признаком. Например, вот эти все признаки выделены здесь, шизофрения, когнитивные функции, рост, вес, биполярное расстройство, аутизм. Каждый из этих точек является определённым участком ДНК, определённым полиморфизмом, который был реплицированно связан с конкретным признаком. Но, как я уже сказала, одно из самых распространённых и хорошо понятых утверждений в поведенческой генетике – это то, что любой из этих признаков находится под влиянием огромного количества генов. Поэтому каждый из этих точек играет только минимальную роль для развития этого признака. То есть все мы здесь, например, сидящие, являемся носителями самых разных факторов риска или устойчивости. Это не значит, что мы будем экспрессировать конкретные расстройства или гениальные способности. Это только говорит о том, что есть какой-то потенциал в нашем геноме, который может проявляться, может не проявляться. Этот потенциал модифицируется средой, взаимодействием разных генов, условиями и также самим набором этих генов. То есть мы можем иметь какие-то факторы риска, но каких-то факторов риска не иметь, и поэтому эти расстройства, например, будут не проявляться. Здесь, на этом слайде три года спустя, точек уже гораздо больше, и, как я уже сказала, то есть каждый день находится какой-то новый полиморфизм, который связан с чем-то. Вот это, кстати говоря, уникальный веб-сайт. Если вас интересует эта область, то я рекомендую на него выйти. Он постоянно пополняется, то есть это полностью открытый, доступный для всех веб-сайт, в котором вы можете нажать на каждую из этих точек, и она скажет вам, что это за ген или какой-то полиморфизм, с чем он был связан, с чем еще он был связан, в каких исследованиях он был реплицирован, на каких выборках и так далее. Или наоборот, если вас интересует какой-то признак, например, интеллектуальные способности или математика или еще что-то в образовании, вы можете ввести его в поисковый сайт, и этот сайт скажет вам, есть ли хоть что-то, что уже найдено, например, с точки зрения генетических ассоциаций. Например, в 2014 году вышло первое исследование, которое, как вы видите, написано Common Genetic Variance Associated with Cognitive Performance. То есть здесь изучалась когнитивная функция, и в этом исследовании прогенотипировано огромное количество людей, 106 тысяч человек, и на огромное количество полиморфизмов в ДНК, и найдено некоторое количество полиморфизмов, которые связаны с этим когнитивными способностями. Один, по-моему, или два из этих полиморфизмов оказались достоверно связанными с когнитивной функцией, и сейчас, в 2015 году, они были реплицированы еще на других выборках. О чем это говорит? Что есть какой-то полиморфизм в нашей ДНК, который связан с когнитивными способностями. Но это совсем далеко не значит, что если мы знаем, какой из этих полиморфизмов у нас есть, то мы можем сказать что-то, хотя бы что-то о когнитивных способностях людей. Потому что это только один полиморфизм, он не объясняет даже одного процента вариативности в интеллектуальных способностях. То есть это только начало, и нам нужно найти, может быть, сто, а может быть, тысячу полиморфизмов ДНК, которые также будут связаны с когнитивными способностями для того, чтобы хоть что-то, какие-то выводы дальше делать. Вот это концепция, которая на сегодня известна как проблема исчезнувшей или потерянной наследуемости. То есть близнецовые исследования, как я уже сказала, а также метод приемных детей, а с недавнего времени также вот этот вот метод всегеномного анализа сложных признаков, все показывают, что наследуемость всех сложных черт человека, то есть все, что связано с образованием однозначно, наследуется примерно на 40-60%. То есть гены вносят вклад в эти признаки. Однако молекулярные исследования пока нашли лишь очень немного из конкретных генетических полиморфизмов, которые вносят вклад в эти признаки. Вот это проблема потерянной наследуемости. Но эта проблема существует по самым разным причинам, но самая главная причина этой проблемы – это то, что, как мы уже сказали, сегодня мы знаем, что каждый полиморфизм, каждый генетический маркер вносит лишь очень маленький вклад в конкретный признак. И таким образом им его найти очень трудно. Вот именно так, как иголку в стоге сена. Причем иголку маленькую, а не такую огромную, как изначально думалось, когда геном был только что расшифрован. Однако, как я уже сказала и еще раз повторю, прогресс в этой области очень быстрый. Например, вот тот вот геном первого человека, который был расшифрован в 2003 году, нам потребовалось 2000 ученых одновременно во всем мире сообща работали над этой проблемой. И им потребовалось 5 лет и 3 миллиарда долларов, чтобы просеквенировать геном одного человека. А сегодня мы можем это делать за меньше, чем один день. Стоит это около 20 тысяч долларов. И сейчас следующая как бы мишень, к которой мы стремимся, это 100 долларов за один геном, то есть одно секвенирование. И поэтому по некоторым прогнозам, например, Францис Коллинз, человек, который был одним из очень важных людей в вот этом полногеномном первом исследовании, он считает, что в ближайшее время геном всех новорожденных детей будет секвенирован. Естественно, это приведет к огромным вопросам, которыми общество должно поскорее заняться. И, в общем-то, мы этим тоже занимаемся. Например, в нашем Центре превосходства в Томске существует международный совет по вопросам этических, легальных и проблемах общества, связанных с генетическими исследованиями. Однако этот процесс практически неостановим, потому что уже сегодня новорожденные дети в развитых странах мира тестируются на 5 генетических мутаций. Эти тестирования действительно имеют огромную пользу для этих детей. Например, генотипирование этих мутаций позволяет предоставить этим детям определенную диету или определенную терапию, которая предотвращает негативную траекторию развития сложнейших заболеваний. И на сегодняшний день генотипирование этих 5 мутаций стоит примерно столько же, сколько в ближайшие несколько лет будет стоить полногеномное генотипирование. Естественно, полногеномное генотипирование предоставит огромное количество информации, а не только 5. Но что мы будем делать с этой информацией, пока не ясно. И сейчас у меня остается совсем немного времени. Я приведу несколько примеров из последних исследований, с которыми вы можете ознакомиться. Например, вот это исследование... То есть вот этот результат я уже огласила. То есть это говорит о том, что генетическое влияние на индивидуальные различия в интеллектуальных способностях возрастает с возрастом человека. Два года назад мы опубликовали статью также на выборке вот этой Великобритании ТЭЦ, в которой показано то же самое. То есть это дети 7, 9 и 12 лет, в которой показано следующее. Когда мы смотрим на успешность в обучении, например, математике и чтении, то генетические влияния на индивидуальные различия в этой успешности остаются стабильными на протяжении вот этого детского возраста. Уже в 7 лет генетическое разнообразие между детьми объясняет довольно высокий процент различий между детьми в образовании. Какие по этому поводу у нас гипотезы? Британская система образования очень унифицирована. Дети обучаются по одной программе, учителя обучаются по одной программе. Дети сдают одни и те же экзамены в один и тот же день. И, в общем-то, система является очень унифицированной. Например, в США система далеко не унифицированная. Как вы знаете, огромное различие существует как в программах, которые выбираются самими школами, так и в подготовке преподавателей. И вот в США, например, вот эти показатели обычно оказываются ниже. Например, индивидуальные различия между детьми в США объясняются во многом средовыми различиями, в том числе наверняка и школами, и программами, и учителями. То есть это говорит о том, что одни и те же гены могут оказывать большее или меньшее влияние в зависимости от среды, в данном случае унифицированности или неунифицированности образования. Эти вопросы мы также сейчас изучаем в российском школьном близнецовом регистре. А вот что касается генетических влияний на интеллектуальные способности, вы можете посмотреть, что они гораздо ниже, чем в успешности в обучении. Это, кстати, на самом деле часто для людей неожиданный факт. То есть когда мы говорим с людьми, если спросить у людей, как вы думаете, на что оказывают гены больше влияния, на интеллект или на успешность в обучении? Люди обычно говорят интеллект. На самом деле это не так. И это показано сейчас во многих исследованиях. Генетические влияния на интеллект, например, в начальной школе меньше 40%. То есть интеллект развивается под самыми разными влияниями, и он не обучается с точки зрения передачи от учителя к ребенку. А вот те способности, которые развиваются именно в системе образования, они более унифицированы с точки зрения среды, и там генетические факторы оказывают больше влияния. Вы можете подумать дальше об этих концепциях или задать вопрос. Дальше. Я немножко уже сказала о генетических генно-средовых корреляциях. То есть это вот тот факт, который мы думаем, по крайней мере, вот по многим гипотезам ученых, с которыми я разговариваю, именно эти генетические влияния, эти генно-средовые корреляции объясняют вот это постепенное возрастание генетических факторов на различия в интеллекте. Потому что, как мы уже сказали, люди не испытывают среду пассивным образом, а испытывают ее по-разному в зависимости от того, какие они люди. Модифицируют среду, выбирают среду, которая подходит под их генетические предпосылки. И таким образом среда усиливает влияние генов. Но также существует еще один феномен – генно-средовые взаимодействия, которые я тоже уже упомянула. Когда одни и те же гены могут вести себя совершенно по-разному в разных образовательных, в данном случае, средах. То есть, наверное, вот эти две концепции, они предоставляют наибольшую информацию для образования. Когда мы говорим о том, что один и тот же ребенок, одни и те же гены могут развиваться по-разному, предоставляя разную среду. То есть здесь, мы думаем, богатый потенциал для индивидуализации. Но мы тоже можем об этом говорить позже. Вот эти два слова часто обсуждаются в образовании. В английском языке существует два слова – instruction and education. Instruction происходит от латинского слова «встраивать». Инструктировать, да? Instruction. И сейчас все больше говорится о том, что это слово вообще не очень подходит образованию, что вот эта вот пассивная модель, когда что-то встраивается в голову ребенка, она, конечно, совершенно неподходящая, и поэтому слово instruction все реже и реже употребляется. Слово education происходит от слова «доставать», «вынимать». И в данном случае часто говорится о так называемом синдроме или феномене Микеланджело. Микеланджело, как вы, наверное, знаете, часто говорил, что он не делает скульптуру, а позволяет прекрасному появиться из камня. И вот сейчас говорится очень много о том, что вот путем индивидуализации, которая наверняка вам очень близка, можно добиться вот этого, то есть большего потенциала от каждого ребенка. Последнее. Перехожу к последнему. Как мы уже сказали, все черты находятся под большим влиянием, вернее, не под большим влиянием, а под влиянием многих участков генома, то есть многих генетических маркеров. Не один ген, а много. И сейчас, если вы будете знакомиться с этой литературой, вы увидите так называемый термин, называется полигенные предикторы. Когда мы сможем найти большое количество полиморфизмов или генетических маркеров, которые связаны с какими-то процессами, например, когнитивными, например, мотивационными и так далее, возможно, мы сможем агрегировать эти полиморфизмы с тем, чтобы они имели какую-то предсказательную силу. Но в данном случае мы не говорим о предсказании, как будет себя вести ребенок. Мы говорим об исследованиях, то есть они будут иметь какую-то предсказательную силу в наших исследовательских моделях, все в тех же регрессиях, структурном моделировании и так далее, когда эта информация может учитываться в построении сложных моделей детского развития. То есть вот в данном случае такая модель – это реальное исследование, в котором в четыре года у детей вот в этом близнецовом исследовании в Великобритании была измерена семейная среда. Кеос – это такая шкала, которая оценивает семейную среду с точки зрения атмосферы дома, с точки зрения, какие условия у ребенка заниматься, все время ли включен телевизор и так далее. Это целая шкала, она достаточно валидна и часто связана, коррелирует с какими-то способностями, в данном случае интеллект в семилетнем возрасте. И если в эту модель включить уже найденные полиморфизмы, которые связаны с интеллектуальными способностями, то показано, что связь вот этой семейной среды с этими детскими способностями на данном случае, она объясняется не только прямым средовым влиянием, но и генетическими факторами, которые оказывают влияние как на эту среду, так и на способности. В данном случае понятно, что если мы хотим объяснить связь между средовыми влияниями и какими-то детским развитием, то нужно учитывать генетические факторы, иначе мы никогда не сможем действительно объяснить причинно-следственные связи. Ну, я думаю, что еще буквально три минуты. Еще одно исследование в прошлом году вышло, которое показывает вот то, что я уже сказала. Люди часто думают, не все, конечно, но если спросить у людей, по крайней мере, на что оказывают гены большее влияние на интеллект или на успешность в обучении, часто говорится об интеллекте. В этом исследовании, опять-таки в выборке в Великобритании, вот в этой близнецовой выборке, GCSE здесь – это результаты экзаменов. Это экзамен, типа, похож на наш ЕГЭ, то есть экзамен, который все дети в 16 лет сдают по разным предметам. В данном случае замерены результаты ЕГЭ, какие-то интеллектуальные способности, а также огромное количество других переменных. Здесь и самооценка, и мотивация, и восприятие ребенком школьной среды, восприятие детской среды, личностные факторы, психологическое здоровье, здоровье физическое. На самом деле было измерено 74 разные переменные. Что показано в этом исследовании? Во-первых, вот красным показаны генетические факторы, которые оказывают влияние на эту переменную, синим, средовые, то есть, как вы видите, и гены, и среда оказывают влияние. Но самое интересное в этом исследовании не это. Вот в данном случае, вот эти полоски, как это сказать? Да, горизонтальные. Они показывают силу корреляции между успешностью в экзаменах и разными этими признаками. Например, со здоровьем небольшая корреляция, с, например, с самооценкой большая корреляция, с интеллектом большая корреляция. То есть, разные величины корреляции. А дальше показано, насколько генетические факторы объясняют, например, силу этих корреляций. То есть, например, связь между успешностью в экзаменах и интеллектом объясняется во многом генетическими факторами. Связь между восприятием домашней среды и экзаменами объясняется в основном средовыми факторами и так далее. Но самое интересное в этом исследовании было следующее. Что интеллект... Вот как вы думаете, какой процент вариативности в успешности в экзамене объясняется интеллектом? Какой? Большой или маленький? Маленький. Большой. Четверть. Четверть – правильный ответ. Примерно 25%. Остальные 25% успешности в экзамене объясняются вот этой всей другой группой факторов – здоровье, мотивация и так далее. И вот эта вот связь между образованием, вернее, экзаменами в данном случае и вот этими факторами, она объясняется как генетическими, так и средовыми факторами. То есть, далеко не все объясняется интеллектом. 50% вариативности в успешности в экзамене вообще никак не объяснена. 74 переменные были включены, 50% остаются необъясненными. Я не знаю, что показывает ваше исследование, но наше исследование на российской выборке показывает примерно то же самое, только наши переменные объясняют еще меньше вариативности в экзамене. То есть, наверное, стоит об этом задуматься. Дальше еще я хотела вам показать много примеров. Не буду, поэтому я подведу итоги. А многие из других статей, обращайтесь, пожалуйста, я могу предоставить. То есть, что мы узнали из многих этих исследований? Прежде всего, генетические эффекты не детерминируют. Это очень важно, наверное, потому что отторжение очень часто у людей идет к генетическому знанию, потому что гены воспринимаются как детерминирующее, нечто неизменное и так далее. Все исследования, которые мы провели, не только мы, я имею в виду ученые в мире, показывают, что гены не являются детерминирующими эффектами. Их эффекты меняются под влиянием среды, меняются с возрастом и так далее. То есть, их нужно еще долго изучать и понимать. Гены взаимодействуют со средой. Одни и те же гены могут вести себя совершенно по-разному в разной среде. Генетические эффекты не статичны, они изменяются на протяжении жизни. Генетические эффекты во многом оказывают общие эффекты. Как я уже говорила, например, существует генетический набор, который оказывает влияние на все способности. А почему дети различаются в способностях, в основном происходят из средовых факторов. Генетические эффекты происходят и от многих генов, тысяч, наверное, генов, маленьких эффектов. Поэтому их очень трудно найти. Но в науке уже началось процесс идентификации конкретных генов. Поэтому, я думаю, подводя итоги, мы написали эту статью недавно, что генетическая наука может предложить образованию. Наверное, учитывание генетических факторов позволит нам лучше понять процессы, причинно-следственные процессы. Прежде всего, генетическое знание поможет нам разобраться в этих процессах с точки зрения науки, не с точки зрения внедрения, с точки зрения науки. Учитывая генетические факторы, позволит нам лучше понять влияние, в какую сторону, что на что и так далее. Вот эти полигенные риски, полигенные факторы риска позволят, возможно, диагностировать, прогнозировать и предотвращать. Но пока мы еще очень далеки от этого прогнозирования и так далее. Прежде всего, генетическое знание внесет вклад в понимание причинно-следственных процессов. И что уже сегодня генетическое знание принесло, к сожалению, я не смогла показать вам много статей, но оно показывает очень часто, как не происходит. Какие, например, причинно-следственные объяснения неправильны, как, например, книги на полках и книги доставления и так далее. То есть вот такие процессы. Ну и самое последнее, то, что я уже сказала, что, естественно, живя в эру генома, прятать голову в песок бесполезно. То есть нам нужно понимать генетическую информацию, нам нужно знать больше о генах. Например, в наших школах мы должны преподавать, это не только в российских, во всех школах, преподавать генетику совершенно на другом уровне. Не так, как она передается сейчас. Вот мендель, вот горох. И мы уже давно ушли от этого. На самом деле, как я уже сказала, генетика так много поняла уже за сегодняшний день, а мы все еще про горох. Поэтому люди должны готовиться к тому, что нам придется использовать генетическую информацию. Поэтому нужно ее понимать, знать, ассимилировать, думать о ней и думать, как она может информировать наши исследования. Это мои фонды, которые спонсируют наши исследования. И если есть какие-то вопросы, можно писать имейлы. И, конечно, сейчас. Спасибо, Юлия. Я думаю, руководители магистрских программ много чего поняли про своих магистрантов, про их успешность и неуспешность. И с чем она связана. Так, вопросы, коллеги? Анализы брать. Анализы будут брать, Сидоркин предлагает вам. Да, пожалуйста. Только у нас правило. В микрофон и представляться. Да, меня зовут Татьяна. Я свеженабранная аспирантка Института образования. А мне хотелось бы уточнить, а под интеллектом здесь понимались какие-то вот эти полиморфизмы генома измеренные или вот стандартные тесты на IQ. Вот вы так часто употребляли этот термин. Что за ним стоит? Ну, в разных исследованиях по-разному интеллект измеряется. Естественно, это не полиморфизмы в геноме, потому что, как я уже сказала, и с точки зрения, что мы уже знаем о конкретных генах, влияющих на интеллект, пока найдено 3-4 полиморфизма, которые объясняют практически очень-очень мало вариативности в признаках когнитивных. Поэтому в данном случае мы говорим об измерениях. В каждом из исследований интеллект измеряется по-разному. Обычно каким-то набором стандартных тестов на интеллект. То есть, если вас интересует конкретное исследование, например, в британском... Понятно. Ответ дан. То есть, IQ, он меряется методами известными. Пожалуйста. Валерия Малик, Институт образования. Я бы хотела вас спросить, что генетические исследования помогают понять в том, почему девочки лучше учатся в школе, чем мальчики? Это влияние именно того, как устроена школа, или здесь есть также генетические факторы? Ну, это вопрос вот такой, он как бы очень часто задается, не только про девочек и мальчиков, например, разные страны и так далее. Это групповые вопросы о групповых различиях. И несмотря на то, что есть разные гипотезы по поводу групповых различий, прежде всего, поведенческая генетика задает вопрос, чем отличается один человек от другого человека в конкретной популяции. То есть, она, на самом деле, редко фокусируется на гендерных различиях или каких-то любых других групповых различиях. То есть, это внутри популяции различия, например, среди всех мальчиков, что делает одного мальчика отличным от другого мальчика и девочек. И с точки зрения поведенческой генетики, все результаты, которые я знаю, показывают, что с точки зрения генетических и средовых влияний, это одни и те же влияния на мальчиков и девочек. Поэтому гендерные различия вполне, возможно, объясняются какими-то другими факторами, например, школы и так далее. Но нужно учитывать то, что любые групповые различия минимальны по сравнению с индивидуальными различиями. То есть, если, например, ввести переменный пол в какую-то вариативность популяции, то он объяснит лишь совсем немного различий индивидуальных. Это факт, который мы показываем во всех наших близнецовых исследованиях, что пол объясняет меньше 1% вариативности по любому признаку. Спасибо. Пожалуйста. Профессор Дуринский, Московский педагогический университет. Юлия, безумно интересно было. Скажите, вы там упомянули, конечно, Менделя, еще и Муху Друзофилу упомянули. Но вот были исследования, насколько я помню, в начале 70-х годов у нас в России, в Москве, однополых, то есть одноисцовых близнецов и прочих. Шаг вперед сделал? Какой? Да, думаю, что… Я просто помню. Да. Очень коротко. Много шагов, конечно, сделано. Во-первых, изначально первые исследования близнецов, несмотря на то, что они проинформировали как бы что-то, сейчас совершенно понятно, что исследования должны быть очень масштабные, потому что в небольших выборках не происходит случайных вот этих вот… Все случайные проблемы, например, дизиготные близнецы могут быть немного больше похожи генетически или меньше. Поэтому этот метод классически основан только на… может быть основан только на больших выборках. Это первое, что изменилось. Действительно, понятие того, что масштабные исследования очень нужны. Могут проводиться небольшие исследования конкретных каких-то вопросов, но в принципе они должны быть масштабными. Это первое. Во-вторых, исследования стали многомерными. То есть изначально измерялся какой-то признак, он изучался, и потом делались какие-то выводы. Сейчас понятно, что очень много взаимосвязей. Например, если мы изучаем образование, нужно изучать целую группу признаков. Поэтому, например, в близнецовом исследовании, о котором я говорила, сейчас 10 тысяч переменных в этом исследовании. Поэтому можно прослеживать лонгитюдные исследования, много лет продолжающиеся. Вот это шаги вперед, которые позволяют действительно говорить о причинно-следственных связях, например. А первые исследования, они, конечно, проинформировали сегодняшнюю науку, но, конечно, с тех пор произошел огромный прогресс в этой области. Спасибо. Так, сейчас Татьяна. Юлия, здравствуйте. Спасибо большое. Рада видеть. Татьяна, представьтесь. А, да. Татьяна Ковалева, Московский педагогический государственный университет. Вот, все-таки, в основных выводах, которые звучали, я слышу, как сказать, усиление культуры фокусировки средового. Ну, вот то, что генетические эффекты не детерминируют, что одни и те же гены могут по-разному вести себя в разной среде. Есть ли какие-то ограничения культурные средового подхода, ну, вот в тех исследованиях, которые быстро развиваются? А что вы имеете в виду под ограничениями? Ну, вот чисто педагогически, я хочу сказать, поскольку в педагогике все равно царит проектный метод, то ты опираешься на какие-то исследования, но в проектном действии либо тебя что-то сдерживает, либо, наоборот, что-то усиливает. Вот в этом смысле, если, например, я начинаю работать с тезисом просто уже в конкретной образовательной среде и понимаю, что одни и те же гены могут по-разному проявлять себя в разной среде, но это усиливает мою проектную мощь на создание разных сред, там, да, анализ их. Ну, я даже в таком вот, как бы, научно-образовательном сейчас заходе обсуждаю. А вот есть ли какие-то тезисы в современных исследованиях генетических, ну, которые сдерживают, ну, в этом плане говорят, как бы, мне, что какую-то среду не проектируешь или как-то не разворачиваешь? Ну, вот. Да. Ну, я, честно говоря, думаю, что мы еще действительно очень далеки от таких вопросов конкретных, потому что в данном случае, вот очень часто в близнецовых исследованиях мы говорим о компонентах, то есть вот вариативность присутствует, какая-то из них, какая-то часть этой вариативности объясняется генами, какая-то средой. То есть в данном случае гены мы ищем, то есть какие-то находим, и в конце концов сможем их изучать дальше конкретно, что они делают, на какие процессы мозга влияют, с чем они коррелируют и так далее. То же самое со средой. Но пока, ну, вот, например, хаос я показала, хаос дома, да, и так далее. Но я думаю, что проблема заключается в том, что очень часто все равно мы ищем какой-то унифицированный метод. То есть вот я давала, сегодня я давала еще одну лекцию, и меня спросили, а вот как лучше, вот, например, в Канаде мы изучали, вначале такой метод использовали, а потом перешли к такому, и результаты стали хуже. Ну, во-первых, еще очень рано говорить о результатах, они только перешли. А во-вторых, опять-таки, ну, вот два метода. Для кого-то подходит, для кого-то нет. Я уверена, что для кого-то старый метод лучше, а для кого-то новый. Все-таки индивидуализация, мне кажется, она должна быть каким-то ориентиром. И добавлю с другого, во-первых, любой переход на новые методы, конечно же, вначале ухудшает результаты. Это очевидно. Так, Рустам. Добрый день, Рустам Байбурин, лицей высшей школы экономики. Юля, спасибо большое за доклад. У меня вопрос дилетантский на понимание. Вы сказали, что генетика не детерминирует. Означает ли это, что стартовые возможности людей, по большому счету, принципиально одинаковые, и затем под влиянием среды они изменяются? Или все-таки стартовый набор возможностей человека генетически разный, и затем среда что-то усиливает, что-то… Окей. Ну, тут, конечно, очень многие понятия нужно объяснять, то есть, что такое возможности, что такое стартовые возможности и так далее. Но, наверное, тут два ответа. Первое – это то, что мы все генетически уникальны. То есть, мы все разные, соответственно, мы не одинаковые. Поэтому, что значит возможности, не совсем понятно. Если мы имеем в виду, что вот у нас есть какие-то ориентиры, то есть, мы хотим, чтобы, например, все дети в пять лет читали, и вы задаете вопрос, у всех ли генетический потенциал позволяет достичь вот этого, то ответ такой. То есть, в данной культуре, в данной средовой культуре, которую мы создали, возможности не у всех одинаковые, нет. Но если мы, например, найдем разные подходы к разным детям, то, возможно, он у них будет одинаковый. На момент рождения, опять-таки, потенциал к чему и в какой среде. То есть, вот если мы на момент рождения, вот дети следуют по какой-то образовательной траектории, в которой мы буквы им даем, еще чем-то занимаемся, фонологическое какое-то знание развиваем, то если мы это делаем для всех детей одинаковым, то мы создаем для них ситуацию, когда их возможности не одинаковые. Потому что одним нужно одно, а другим другое. Соответственно, наша среда создает ситуацию, когда генетические различия оказывают лимитирующий эффект. А если мы изменим нашу среду, то, возможно, эти лимитирующие ситуации можно будет избежать. Да, Рустам, про Маугли вспомните. Так, не, коллеги, что-то у нас пошло такое лавинообразное увеличение вопросов. Поднимите, пожалуйста, руку, кто хочет спросить. Раз, два, три, четыре, пять. Вот пять, коллеги. Петр Савронович. Петр Савронов, Институт образования. Вы упомянули о том, что психогенетические исследования позволяют поставить под вопрос эффективность некоторых политических решений, как, например, в случае с доставкой книг детям из депривированных семей. А есть ли примеры в Великобритании или других странах обратные? То есть, существует ли в настоящий момент случай, когда психогенетические исследования позволили принять, так сказать, эффективные, действенные политические решения? Да. Например, вот этот вот тест, который ввели несколько лет назад в Великобритании, стал очень распространённый метод, так называемый фоникс. Вот обучение фонологическому обучению в детском саду. И даже вышла такая политика, что нужно срочно всем воспитателям заниматься с детьми какими-то определёнными занятиями, упражнениями, которые позволят довести детей до определённого уровня по конкретному тесту. Тесты рифмы. Рифмирование не слов. То есть, все воспитатели должны были начать заниматься с детьми этим тестом. Вывод этот был сделан на основе корреляции. То есть, опять-таки, что? Тест на вот это вот рифмирование коррелировал немного с успешностью чтения в начальной школе. Мы написали письмо, обращение, как в Министерство образования, так и в разные газеты и так далее, показав на примере выборки тест, что если принять во внимание самые разные факторы, в том числе генетические и другие средовые, корреляция исчезает. И таким образом, вот это вот целенаправленное посаждение детей на ковёр и тренировка с ними этого теста, вполне возможно, отвлекает их от чего-то другого, чем они должны заниматься в этом возрасте. Поэтому вот сейчас этот тест на самом деле отменили. Так нет, речь на том, о позитивном. Я считаю, что это позитивное влияние. Конечно, позитивное. Отмена дурочи всегда позитив. Я думаю, что ещё долгое время будет присутствовать именно такой эффект, когда мы можем показать, что не надо делать. Это тоже позитив. Павел. Деркачёв Павел, Институт образования, Высшая школа экономики. У меня такой вопрос, если можно. Вы упомянули о том, что сейчас делается тест на пять генетических мутаций, и назначаются определённые медицинские показания, которые позволяют с высокой степенью вероятности предотвратить заболевания. В то же время в образовании пока такого теста нет, и не найдены микстуры, и имеют какие-то средства, которые могли бы улучшить способности. Есть ли в научном сообществе, который занимается этими проблемами, ответ на вопрос, чем образование принципиальное, или достижение образования отличается от болезней? Может быть, больше исследователей занимаются болезнями, или это считается более важной исследовательской областью? В чём всё-таки различие? Ну, два быстрых ответа. Первое – это то, что, к сожалению или к счастью, вот эти пять мутаций, которые сейчас тестируются, один из самых распространённых, Вы, наверное, знаете, фенилкитонурия. Это болезнь, которая вызывает тяжелейшие умственные отсталости и многие другие проблемы. Она – результат одной или нескольких мутаций в одном гене. И на сегодняшний день, если у ребёнка показана эта мутация, то он сажает на определённую, ему назначается определённая диета, в которой отсутствует молоко, протеин, и дальше полностью предотвращается развитие этого заболевания. Но здесь механизм совсем другой. То есть механизм – одна мутация, которая достаточно хорошо сейчас понята. В медицине тоже существует, несмотря на то, что таких заболеваний уже около 500 открытых, они объясняют лишь меньше 1% заболеваний, например, в результате которого существует умственная отсталость или проблемы с интеллектом. То есть такие одноразовые, одногенные мутации, они очень редки. Поэтому в медицине точно такая же ситуация. В медицине огромное количество заболеваний, которые являются полигенными. Все, практически все заболевания, которые нас интересуют, являются полигенными. Очень много сейчас, например, понято о многих медицинских заболеваниях. Например, болезнь Паркинсона очень долго считалась какой-то биологическим, генетическим заболеванием. А сейчас показано, что она практически полностью средовое в своём развитии и так далее. То есть медицина много узнаёт, но там примерно такая же ситуация. То есть все сложные заболевания являются результатом многих генетических и средовых факторов, которые пока не найдены. Но всё-таки чем отличается медицина от образования? Я думаю, что это отношением, подходом. То есть в медицине, как мы знаем, для того, чтобы любое ввести вмешательство, существует многолетняя фаза клинических испытаний. В образовании такая фаза практически отсутствует. Хорошее такое отличие. Спасибо. Иван Смирнов, Институт образования. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно про то, как вот эти СНИПы, как их эффект складывается между собой, и может ли вот эта отсутствующая потеря на наследственность объясняться тем, что эффект какой-то не аддитивный, а, например, умножается? Да, очень хороший вопрос. То есть вот эти вот, как мы говорим, все процессы полигенные, на них влияет большое количество генов, и дальше вопрос, как влияет, то есть интерактивно как-то, или это просто складываются эффекты. То есть если у меня 5 факторов риска, а у вас 2 фактора риска, то мой как бы риск в 2,5 раза больше или ещё что-то. Вопрос хороший. Сейчас, на сегодняшний день, мы видим, что многие эффекты действительно аддитивные, то есть они складываются. И самое лучшее доказательство или подтверждение этого – это дизиготные близнецы. То есть дизиготные близнецы были бы очень непохожи, если бы эффекты были все интерактивные. А они на самом деле похожи примерно на половину монозиготных близнецов. Это говорит о том, что очень многие эффекты должны быть аддитивными, складывающими. Но какие-то взаимодействия между генами тоже показаны. Поэтому и то, и другое. Спасибо. Так, и вроде бы Ирина, все, последний вопрос. Потом дискуссант. Спасибо большое. Я хотела бы по методам задать вопрос. Вот все-таки использование корреляций, оно ведь очень сильно ограничено взаимным влиянием факторов. Тем более, вот вы говорили об аддитивности, но есть и противоположная тенденция – это компенсация. Когда одни риски компенсируют другие, и в этом смысле исследование этих взаимодействий тоже неизвестно. Вот, как я понимаю, вы все-таки работаете на бигдата, на таких очень больших массивах, и в этом свое преимущество. А вот с точки зрения методов, что кроме корреляции все-таки можно использовать? Потому что, когда вы показывали вот эти горизонтальные, да, там очевидно есть автокорреляция, но интеллект со здоровьем очевидно связан. И как вот включить вот эту взаимосвязь и вообще использовать вот какие-то вот новые методы для того, чтобы убедительность повысить? Ну, тут два ответа тоже. То есть, первое, чтобы, вот как вы говорите, авторегрессивные корреляции и так далее. То есть, в принципе, изучение всех этих моделей в лонгитюдном срезе, они, конечно, дают какую-то дополнительную информацию. То есть, например, метод кросс-лаг перекрестного анализа позволяет в какой-то степени учитывать… То есть, это, естественно, один из ведущих методов лонгитюдных исследований. То есть, все наши исследования используют этот метод, когда существует множество факторов, лонгитюдные данные, в которых включаются и перекрестные, и авторегрессивные, и другие компоненты. Это первый. Во-вторых, вот этот метод полногеномных сложных черт, он на корреляциях не основан. В данном случае мы смотрим на похожесть ДНК, совпадение ДНК маркеров и похожесть в фенотипе. То есть, в данном случае совершенно, абсолютно другой метод. – Дисходство различий и измерение расстояния. – Да, да, да. – В смысле, это как-то методистическая математика, да? – В данном случае, да. – Коллеги, так, еще одна рука. – Можно ли вам дискуссанцию? – Да, конечно, дискуссанцию, то я… – Задать дополнительный вопрос. – Марина Сергеевна Егорова. – На понимание. Скажите, пожалуйста, какой психологический смысл, какого содержания понятия академической успешности, вот в том, что вы говорили, не вообще, а вот именно то, что вы используете. И когда вы говорили про самооценку, самооценка чего имелась в виду и, опять-таки, ее психологический смысл? Спасибо. – Ну, понятно, что как бы в таком экскурсе по поведенческой генетике в детали невозможно представить, и в каждом исследовании по-разному объясняется академическая успешность. То есть в каком-то исследовании экзаменационные оценки, в какой-то годовые оценки, в какие-то конкретные образовательные тесты. Чаще всего, ну, в выборке Великобритании, как вы знаете, наверное, очень часто берется целый ряд показателей. То есть показатели успешности, академической успешности, оцениваемые ребенка в школе. Тесты, оценки, экзамены и так далее. – Самооценка тоже самыми разными шкалами изучается, то есть измеряется. В данном случае, вот в этом исследовании в 16 лет самооценка измерялась по шкале. То есть там была успеваемость и успешность, мне дается этот предмет, я хорошо решаю задачи и так далее. То есть в зависимости от предмета. По шкалам. – Спасибо. – Переходим. Все, никто не настаивает больше. – Сергей Борисович Молых. Уважаемые коллеги, на самом деле тема, конечно, такая вот для… Я так понимаю, что все-таки здесь институт образования представлен, и вот генетика и образование, они очень необычные сочетания. Потому что для педагога вообще, для российского педагога, прежде всего, он, прежде всего, направлен на анализ таких групповых различий. И любой педагог мечтает разработать такой метод, который будет универсально, прекрасен для ребенка. Вот мы возьмем там всех, именно для всех. То есть один… Нет, нет, вот один метод для всех. Да, то есть вот у нас как бы тем более вот и концепция развивающего образования, нашего любимого Василия Васильевича тоже направлена на то, чтобы разработать такой метод, который мы применили, и все дети будут завтра прекрасны. Но, как показывают опыты все прекрасные, кто, допустим, преподавал в школе, понимают, что любой прекрасный метод один никак не действует, потому что все дети очень разные. И в этом смысле вот что сейчас происходит? Последние, наверное, там действуют, в сфере наук об образовании происходит просто бум и междисциплинарных исследований. Генетических, молекулярных, генетических, лингвистических, нейрофизиологических. Почему? А потому что, например, не очень понятно механизм, то есть как бы вот понять, как делают, какой метод действен, какой не действует. Мы должны понимать индивидуальность ребенка. Да, в постсоветской психологии, в советское время, в постсоветском образовании был выдвинутый тазик о том, об вариативности образования, индивидуализация. Но на самом деле мы не понимаем механизмы. Да, понятно, что, допустим, доисторическое время строили дома, сопромата не было. Мы сейчас находимся именно на том уровне, когда в педагогике нет сопромата. То есть мы делаем интуитивно, как-то еще там, теми методами, которые доступны педагогике. Но очень многие процессы, которые происходят в других науках, дают образованию очень хорошие инструменты для того, чтобы понять глубинный процесс. И вот пример, то, что нам сегодня Юля рассказывала, это вот такой пример. Понятно, что это начало пути. То есть это начало построения концепции сопромата, грубо говоря, в образовании. Но это тот путь, который начат. Ведь на самом деле есть совершенно прекрасные работы, которые показывают механизм влияния среды на экспрессию того или иного гена. То есть это вот так называемый эпигенетический механизм. Это вот тот механизм, с помощью которого можно понять, каким образом изменение среды может там влиять на проявление тех или иных гетических предрасположенностей. Поэтому мне кажется, что вот такое, вот именно сейчас настало то время, когда вот соединяются, казалось бы, такие очень разные подходы к развитию человека, к обучению. И такие же процессы происходят не только вот используя в образовании не только генетика, но и нейрофизиологические механизмы. Чтобы понимать механизмы обучения памяти. Да и казалось бы, ведь долгое время шло изучение, например, там механизмов памяти на улитках, там как-то еще. Но вот сейчас уже накоплена та информация, которая позволяет их использовать, аккумулировать вот в таких очень сложных социальных явлениях, как образование. Да и вот мне кажется, вот этот тот, вот сейчас в последнее время наблюдается вот эта вот интеграция. И она, мне кажется, для образования даст очень много для понимания сущности. То есть как раз для построения вот этой концепции. Не просто строить мосты по наитию. Да, там они тоже даже нормально, хорошо работали, римские мосты стоят. Сапрамата не было. Но почему-то он появился, потому что потом мосты стали рассчитывать. И я надеюсь, что вот развитие вот этой использования этих методов позволит тоже построить такую концепцию, которая позволит разработать инструменты прогнозирования развития. Спасибо. Спасибо, Сергей Борисович. Марина Сергеевна, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за то, что меня пригласили. Спасибо вам за доклад. Очень интересно. Вы всегда так интересно включающую аудиторию рассказываете. Очень приятно присутствовать на ваших докладах. Я хочу представить свою аудиторию. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь генетикой поведения и дифференциальной психологией. Там в разные периоды своей жизни то одним, то другим больше. Но, тем не менее, это моя тема. Я хорошо себя в ней чувствую и очень ее люблю. И вот по поводу вот этой тематики доклада и по поводу того, что было рассказано, я бы хотела сказать следующее. Вот что происходит сейчас и какое у меня отношение к этому, как у человека, работающего в этой теме, но являющегося психологом. С одной стороны, конечно, очень здорово. Вот то, что происходит, это потрясающе. Это невозможно себе было представить 30 лет назад, когда я начинала этим заниматься. Это огромные выборки, огромные возможности усовершенствования схем исследования. Иногда были теоретические представления о том, что так можно исследовать, но не было возможностей. Теперь это все появляется, особенно появляется в тех странах, где есть деньги на исследования. Но, тем не менее, мы же пользуемся результатами, которые получены в других странах. Так что все это очень интересно. Это один аспект. И, несомненно, и читать про то, что получается, это безумно интересно. С одной стороны. С другой стороны, то, что я как психолог вижу в тех данных, которые получаются, есть прям пропорциональная обратная зависимость между увеличением выборок и качеством используемых психологических методик, и психологическим содержанием тех методов, которые используются, и тех интерпретаций, которые даются в результате этого. Вот вы так, кстати, сказали про вот эту прекрасную работу, где рассматривается воспроизведение данных от исследования к исследованию психологии. Но я бы сказала, что если посмотреть на психологические данные и на некоторые из этих данных, которые используются в генетике поведения, на некоторые методы психологические, когда инкорпорируются в эти исследования, то тут с воспроизведением-то получается не очень хорошо. Вот посмотрите, когда мы работаем с когнитивными характеристиками в психологии, мы видим массу эффектов, на которые генетика поведения внимания не обращает. Да и, в общем-то, на некоторые генетические данные, которые были раньше получены. Ну, например, в свое время было показано, что при более низком интеллекте эффекты общей среды оказывают большее влияние, чем на более высоком уровне. В современных исследованиях мы это не то чтобы не учитываем, мы это вообще не смотрим в основном. Как бы это единая выборка, вернее так, про это смотрится и говорится, ну, это пренебрежимый маленький эффект. Половые различия, про которые сегодня спрашивали, ну, это пренебрежимый маленький эффект. Дисперсия разная у мальчиков и девочек по ряду характеристик, особенно связанных с академической успешностью, но с той же самой математикой. Крайние группы, крайне в крайние группы больше представлены мальчики и девочки. Этим мы будем пренебрегать, на это мы не будем обращать внимания, потому что наследуемость и в тех, и в других группах оказывается примерно-примерно одинаковой. В общем, такие вещи можно продолжать. То есть вот то, что получается в психологии, ну, там, допустим, есть эффекты гипотезы спирмана в свое время показаны, которые в последнее время очень серьезно рассматриваются. Например, увеличение дифференциации интеллекта с возрастом, и за счет этого фактора G на более высоком интеллекте, оказывается более маленьким. То есть дифференциация при увеличении интеллекта оказывается другой. Или, например, ну, я не знаю, вот эти Брэнфенбреннеровские идеи, которые, да не только его, еще до него было показано, что, то есть на близнецовых исследованиях, когда увеличивается показатель наследованности, на группах с более высоким интеллектом. То есть многократно показывало, что это группа негомогенная и в психологических исследованиях, и в психогенетических. Чем дальше, тем больше у нас выборки, тем меньше эта выборка дифференцируется, тем меньше внимания обращается на эти результаты. И это прискорбно, потому что генетика поведения в свое время заявляла себя, можно сказать, как единственная область психологии, которая занимается, ну, кроме дифференциальной психологии, которая занимается индивидуальными различиями. И при этом эти индивидуальные различия оказались вообще где-то совершенно в стороне. Я могу вам привести массу исследований психогенетических последних 10 лет, которые вызывают недоумение, потому что они с одной стороны, понятно, все время идет такая игра. Генетики поведения очень грамотные люди, психологически тоже очень грамотные. И поэтому как бы все прописывается в преамбулах работ. Но когда доходит до интерпретации или даже до проведения эксперимента, делается такой, в общем, грамотический иститут, который от этой преамбула далеко уходит. Ну, я могу вам привести пример, например, поскольку мы говорим про образование, когда рассматривались крайние группы по математическим способностям. Там несколько лет назад, ну, не знаю, лет 7 назад, одна из первых работ, где рассматривалась 10%, в крайние 10% выборки. 10% выборки, и мы показываем, что тут вообще ничего не отличается от общей выборки. Замечательно. Мы проверили то, что получается у психологов, и смотрите, генетическая условность одинаковая. Но у психологов-то получалось иначе, у психологов получается, что это половые различия мальчики и девочки, и 10% выборки. Получается, что у психологов, когда мы берем 10% выборки, мы не видим различий половых по математическим способностям. Когда мы берем 5% выборки, там отношения 11 к 10 мальчиков и девочек. А различие-то мы видим, тогда мы берем 1,1%, там, где 4 к 1. Но мы как бы сказали, о, психологи говорят, что есть, давайте мы проверим. Но проверим мы не так, как это делается, не то проверим. И сделаем вывод, и дальше мы будем его цитировать, дальше мы уже не знаем, когда эта работа цитируется. 10% там было или 0,01%. И вот таких вот каких-то замен содержательных при общении с психологией происходит очень много. Меня как психолога очень огорчает, потому что я люблю генетическое поведение, и я не хочу, чтобы она попала в ту ситуацию, в которой она была в 60-х годах, когда психологическое сообщество просто бунтовало против этих исследований, и не только по неграмотности, но и потому что чем-то в генетических исследованиях это было спровоцировано, но в это углубляться не будем. Вот это вот раз, про что я хотела бы сказать, и это вещь, которая весьма огорчительна. Я вас спрашивала про то, как понимается академическая успешность, потому что понимается она по-разному, а выводы делаются общие по поводу всего этого. Но это совершенно разные вещи. Особенно меня как-то вот сильно напрягает, когда я вижу оценку академической успешности в этих работах по самооценке. Там самооценка... А? Самоценка это еще один факт. В дополнение к... Если хотите, я вам пришлю ссылку на работу группы, которая сделана в ПАТЭТ. Юлия Лагерина будет получить возможность отреагировать потом. Мария Сергеевна, продолжайте, пожалуйста. Когда рассматривается самооценка, в связи с мотивацией есть работа. Несколько работ. Мотивация, самооценка мотивации, самооценка академической успешности. И это вообще такая парадоксальная вещь в каком-то смысле, потому что вот с самооценками академической успешности в психологии есть довольно много работы, которые ведутся... Есть направленные исследования лет 40, где-то в середине 80-х годов уже метаанализ по этому поводу был. И нам получается очень интересная вещь, когда есть корреляции между реальной академической успешностью, ну вот, там, оценки или тестовые показатели. Есть корреляции этих показателей с самооценкой. Есть... А между областями очень довольно своеобразная вещь. Значит, допустим, математика с чтением положительно коррелирует. Если мы возьмем корреляции математики с чтением по самооценкам, то этой корреляции не будет. А если мы возьмем кросс-корреляции от математики к чтению, когда будет математика, академическая успешность реальная, а по чтению самооценочная характеристика, то мы увидим отрицательные корреляции. Это довольно известное исследование. Да, да, да. И когда мы их рассматриваем, вот, и самооценку, и вместе с академической успешностью, и все время получается одна и та же генетическая обусловленность, то начинаешь думать, что что-то тут, ребят, с этой генетической обусловленностью не то получается. Может, вообще все на свете генетически обусловлено в диапазоне 0,2-0,4. Вот, не только черты психологические. То есть, никогда не проверяются, не соотносятся вот эти вот самооценочные вещи с академическими, по-настоящему, да как они соотносятся у психологов. То есть, значит говоря, при всем моем восхищении вот этими работами, я как психолог часто оказываюсь абсолютно не удовлетворена результатами этих работ. Это раз. Теперь вторая вещь, поскольку вторая моя апостасия, это связь с... Анастасия Сергеевна, по времени немножко... Ага, еще две минуты, и я закончу. Понимаете, вот такая, мне кажется, такое неоправданное употребление генетических терминов везет. Как будто психологи не чувствуют себя обязанными в генетике поведения. Строже относится к генетической терминологии. Потому что фактически, когда мы получаем генетические корреляции между характеристиками в генетике поведения, то это могут называться и общие гены, вот генералистик джинс, и это теперь пошло уже как палеотропные эффекты. На самом деле, не для палеотропии, не для общих генов. Там особых оснований нет. Это гипотезические вещи, спекулятивные. И вот это тоже, конечно, как-то вот это направление немножко напрягает. И теперь по поводу образования, генетики образования. Я категорически против того, чтобы считать, что современный уровень генетики поведения позволяет использовать ее для образования. Понимаете, если мы делаем какой-то проект, подаем его в Министерство образования, и говорим, что мы будем им обязательно очень полезны, то, в общем, флаг вам в руки в этой ситуации, если вы им впарите эту практическую значимость. Мы получим деньги на научную работу. Но говорить всерьез насчет того, что современные генетические исследования что-то дают для практики образования, кроме самых понятных вещей, нужно повышение мотивации, нужно индивидуальный подход, и не нужно делать глупости. Хотя, с другой стороны, если книжки развозят по семьям бесплатно, то пусть развозят. Может быть, их не надо останавливать. Мне кажется, что расширенная интерпретация, расширительная интерпретация генетических данных в некий момент привели к печальному результату и для генетики, и для общества. Или, скажем так, для евгеники, и для общества. Не надо это повторять. Тут надо очень осторожно. Я бы с такой практической значимостью для образования не торопилась. Спасибо. Спасибо, Марина Сергеевна. Вообще, призыв не торопиться, он, на самом деле, очень точный призыв. Так, кто хотел бы высказаться по поводу доклада, сообщений дискуссантов? Прошу поднять руку. Так, желающих нет, тема сложная. Нет, есть одна рука. Вы две, да? Девочки, да. Под девочки. Поскольку Евгений Григорьевич Ачин просил пораньше у нас закончить. Две минуты, каждый из вас. Большое спасибо за доклад. Меня зовут Наталья Кармаева, я из Института образования. У меня вопрос, каково ваше личное отношение. Вопросы уже не задаем. А, суждение. Коллеги, суждение только. Да, у меня было суждение по поводу возможных заинтересованных агентов в подобных исследованиях. Это могут быть фармацевтические компании, которые производят лекарства, и, возможно, вот эти прогнозируемые или будущие болезни, как раз ресурс для роста, производства всевозможных лекарств. И плюс разнообразие, то есть действительно нужен серьезный математический аппарат, чтобы учесть все разнообразие, в том числе даже фенотипическое. Мы измеряем отпечатки пальцев и прочее, и здесь уже значительное разнообразие. Спасибо. Попорции черепа еще мерили. Татьяна. У меня тоже такое отношение, уже как последствия того, что мы слышали официальных, значит, сейчас тех, кто говорил по докладу. Я как раз не услышала, даже наоборот, я бы сказала так, я услышала в Юлином как раз докладе все время вот эту нотку, что мы не торопимся, мы набираем сейчас на международных исследованиях все больше и больше вот это big dates, и пытаемся понять и анализировать. То есть она нигде ни в каком месте не призывала, чтобы мы прям брали и работали этим инструментом. Поэтому я хотела бы, ну, собственно, восстановить как бы такую правду. Да, но справедливость, да. А с другой стороны, это вот что касается, как я услышала. А второй момент, мне кажется, что сейчас очень интересный момент в образовании, поскольку я 30 лет в образовании работаю, то как бы вижу тоже, это big dates разного образования, в том числе и в регионах. И мне как раз очень нравится, что сейчас такая позитивная тенденция, что в своей массе педагоги все меньше начинают требовать прямых инструментов, что вот скажите нам, как нам завтра в классе действовать. А все больше, ну, я сейчас имею в виду какую-то элиту педагогическую, и понятно, что все очень разные, но все-таки все больше хотят быть не в стороне современных исследований, которые, вот я это слово произносила, начинают ограничивать пафос проектного действия. Вот сейчас все больше умных педагогов появляется, и мне очень радостно, что это и среди магистрантов, аспирантов вот у меня, которые как раз хотят понимать, в какое пространство они заходят, чтобы не просто огород городить, а вот прям проектировать, делать то или другое. И мне кажется, как раз вот эту тенденцию я еще раз благодарю, я поймала в сегодняшнем докладе. Сергей Борисович очень точно сказал, что универсальных способов не существует. Ирина. Спасибо большое тоже. Я постараюсь очень коротко. Мой тезис заключается в том, что действительно открываются новые области, которые требуют и новых методов, и те, которые сейчас есть, для нас категорически недостаточно. Я объясню даже почему, что вызывает очень много вопросов. Замечательно, что мы можем накапливать бигдаты и иметь разные цифровые ряды, которые отражают очень разные процессы. Это действительно очень важно, и, собственно, масштаб информации позволяет делать. Но какими методами работать становится достаточно сложно. Во-первых, у нас нет ответа ничего про линейность и нелинейность этого взаимодействия. Нам нужны здесь гипотезы и проверки. Это очень серьезно. И мы настолько ограничены здесь в методах, даже в гипотезах, которые очень важны. Второе, принципиально важно, как я поняла из вашего исследования, это взаимное воздействие. Мы потом никогда не оказываемся в такой же среде, в такой же момент, с такими же этими самыми. И не всегда нас спасает. Идет время также нелинейно, время также структурное. И в этом смысле, вот в чем мне показалось очень много прироста и интересного, но требует дальше еще больше. Это все время попытка разные ритмы малых колебаний согласовать между собой и увидеть взаимодействие вот этих малых волн. Вот если понятно, как я говорю, да, потому что взаимодействие со средой – это всегда колебательный процесс, она меняется. Человек меняется под этим воздействием, что, как, и вот это. И в то же время генная информация, вы абсолютно правы, это один из самых интересных выводов, она тоже не статична и тоже развивается. Получается, что мы имеем два вот этих вот, и наша задача в этих двух колебаниях найти математическую модель, которая позволяет зафиксировать созвучность этих вот двух колебательных процессов. И мне кажется, что с точки зрения вот математических методов у нас есть возможность что-то здесь строить, гипотезы, делать эти методы и потом проводить исследования. То есть вот это исследование для меня – это еще и исследование и возможности делать гипотезы и проверять сами методы. Поэтому очень интересно. Спасибо. Спасибо, Ирина. Спасибо большое. Очень интересно. Я получил колоссальное удовольствие. Вы совершенно правы в том, что мы не готовы ни этически, ни на политическом уровне к пониманию разнообразия, разницы между детьми. Мы, к сожалению, не умеем делать дифференциацию без неравенства. Если мы получим… А мы всегда знали, что дети разные, что им будут хорошо в разных обстановках. Если мы теперь получим в этом железное подтверждение, не совсем не понятно, что с этим делать, потому что как только мы их начинаем делить, то у нас дети богатые и пушистые, они получают более белое, пушистое и богатое образование. Ну, а второе, мне кажется, нужно все-таки сформулировать, может быть, вопросы, на которые первоочередное нужно попробовать ответить. Ну, например, мы знаем из опыта, что в подростковом возрасте какой-то процент детей слетает с катушек. Мы никогда не знаем, кто из них слетит с катушек. Ну, то есть мы догадываемся. Если бы было какое-то предупреждение нам обратить внимание на этих детей, это бы экономически имело большие последствия, потому что ресурсы, которые мы можем посвятить детям, они ограничены, мы не можем всем давать. Спасибо большое. Спасибо. На самом деле, для нашего семинара это еще одна попытка посмотреть на образование с другой стороны, посмотреть, что еще влияет на образование. Вы помните, у нас уже были такого типа доклады и будут. Ну, я бы отфиксировал два момента. Во-первых, Марина Сергеевна отчасти про это говорила, что надо внимательно следить, чтобы цифра не убила мысль. Чтобы мат-методы, я так как математик говорю, мысль не затирала. А второй момент, я сочувствую будущим исследователям в области образования. Мы все время говорим про контекстное, учет контекстных условий. И сейчас говорим пока только про среду. Мало данных, неважно, ЕГЭ, мониторинга любого, САТ и так далее. Надо учесть контекстные условия. До сих пор мы понимали про средовые условия, про те же книги. Оказывается, будущие исследователи будут вынуждены учитывать еще генетический контекст. Вот уж кому я сочувствую, так это им. Юля, две минуты вам. Две минуты. Во-первых, спасибо большое за все комментарии, вопросы, замечания. Думаю, что именно это область, в которой нужно думать и критически относиться к ней, естественно. Но, во-первых, прежде всего два слова. А кто вообще я? Я закончила педагогический университет в Санкт-Петербурге. Преподавала много лет в школе. И столкнулась с той самой проблемой, которая, наверное, вам знакома, индивидуальных различий перед собой. То есть это та проблема, которой я занимаюсь всю жизнь. После этого я закончила факультет психологии в Лондоне. То есть я тоже и педагог, и психолог. И после этого я изучала нейронауки. И после этого я сделала PHD в Великобритании в области генетики. Молекулярной и количественной генетики, посвященной проблемам индивидуальных различий в образовании. Поэтому все эти области мне одинаково близки. Поведенческая генетика для меня – это инструмент. Инструмент к пониманию процессов. Ничего больше. То есть я не рассматриваю это как какое-то божество, на которое надо молиться. Это один из инструментов, которые мы используем. Дальше. Поведенческая генетика как наука опирается на самые разные другие науки. То есть какие, например, измерительные инструменты находятся в репертуаре поведенческой генетики? Все те, которые разработаны в психологии. То есть если мы изучаем образование, то все те инструменты, которые область психологическая, педагогическая, educational studies приготовили на сегодняшний день, используются в поведенческой генетике. Поведенческие генетики не изобретают инструменты для измерения человеческого знания или мотивации или так далее. То есть используются те инструменты, которые уже существуют, и выбираются наиболее валидные, наиболее надежные инструменты, которые мы будем использовать в исследованиях. Например, как выбираются инструменты в близнецовом исследовании ТЭЦ или в нашем российском школьном близнецовом регистре. Идет огромная консультационная работа с психологами, прежде всего, и с другими специалистами, которые предлагают наиболее надежные, валидные, интересные с точки зрения существующих гипотез инструменты измерения. То есть вот это об измерениях. Дальше прозвучал такой комментарий, что делаются такие выводы, это незначительные эффекты, маленькие эффекты, и поэтому мы их будем игнорировать. Ни в коем случае. То есть делаются выводы такие, которые могут быть сделаны. Например, половые эффекты небольшие. Но какая разница, большие или небольшие, они, естественно, интересны. Или различия, например, на границах выборки, то, что Марина Сергеевна сказала по поводу того, что, например, какие-то процессы могут различаться, на краях выборки, например, высокого интеллекта. Вчера, конкретно вчера, я ночью ревьюировала работу из голландской выборки, очень известной. Дорет Бумзма является координатором большого проекта в Голландии, Близнецово, который именно этим занимался. Вопрос, который они задали, почему в голландском образовании, может быть, не существует большого развития для математически одаренных детей, и изучалось именно на поведенческом генетике уровне самые крайние границы математического способности, и отличаются ли эффекты генетические и средовые для этой выборки. То есть, естественно, эти вопросы очень интересны. Поведенческая генетика, она не сама по себе, она как бы выросла из психологии. И поэтому все эти моменты очень интересны. Другое дело, что, естественно, гораздо проще собрать выборку двух тысяч, двести тысяч детей, выбрать из них один процент населения или полпроцента, или еще меньше верхушки, если это репрезентативная выборка школьников, или если это репрезентативная выборка близнецов. Их просто столько нет. Поэтому у этого метода существуют ограничения. И именно поэтому его нужно совмещать с самыми разными методами. Ну, я думаю, что можно много чего говорить по поводу подготовки общества, например, насколько мы готовы воспринимать эту информацию. Но я лучше закончу вот именно на том, что уже прозвучало, я еще раз хочу это сказать, что я абсолютно согласна, что нету таких результатов, которые завтра нужно куда-то внедрять. Но самое главное, чтобы это понимали и психологи, и образовательные политики, потому что дело-то не только в генетике, а в том, что во всех наших областях, и психологии, и педагогике, пока нужно очень осторожно внедрять знания. Спасибо, Юлия Владимировна. Коллеги, следующий семинар тоже раскроет нам горизонты про образование. Доктор философских наук Григорий Андреевич будет обсуждать проблему интеллект и образования. Доктор философских наук Григорий Андреевич